Всякий раз, когда речь заходит о ханских ярлыках, у нас сразу же возникают ассоциации с монголо-атарским игом, с русскими князьями, которые претерпевали многочисленные мучения в Золотой Орде и за большие деньги покупали ярлыки у золото-ордынских ханов. Конечно, на самом деле это было совершенно не так, и ярлыки использовались далеко не только в русско-ордынских отношениях. В общем-то, наверное, имеет смысл разобраться, что же такое ханские ярлыки и какую роль они сыграли в политической жизни Монгольской империи и тех государств, которые возникли после её распада. Прежде всего, имеет смысл разобраться, что же такое ханский ярлык. Термин ярлык имеет тюркское происхождение. В различных тюркских языках произносится как «жарлык», «зарлик». В монгольском языке «дзарлик» термин означает «указ, приказ, волеизъявление». То есть, по сути, это единоличное волеизъявление главы государства, самостоятельного правителя, воля которого имела высшую юридическую силу. Ярлыки изначально имели устную форму, пока у тюркских народов и у монгольских народов не возникло собственной письменности. Однако уже в XI веке, насколько известно, уйгурские князья стали издавать ярлыки в письменном виде. Монгольские правители, которые привлекали уйгуров в качестве секретарей, в качестве писцов, также позаимствовали у них письменную форму ярлыков. Это произошло ещё до создания империи Чингисхана. А затем, в начале XIII века, когда Чингисхан начал завоевание Китая и стал привлекать на службу китайских чиновников, то он позаимствовал форму императорских указов из Китая. И начиная с этого времени ханские ярлыки приобрели ту самую форму, которая потом в дальнейшем использовалась в течение многих веков. Физический ярлык представлял из себя лист бумаги шириной примерно 20-25 сантиметров, а длина его зависела от того, что в этом ярлыке было написано. Она могла доходить и до двух метров. Как правило, писались тексты ярлыков чёрными чернилами, однако в ряде случаев, чтобы подчеркнуть значимость этого документа, допускались различные дополнительные элементы, такие как украшения в виде декора своеобразного, иногда какие-то наиболее важные части ярлыков писались чернилами красными или даже золотыми, и обязательным элементом ханского ярлыка была большая печать хана, так называемая алая тамга, то есть большая красная квадратная печать, свидетельствующая о том, что это волеизъявление самого хана, верховного правителя. Ханские ярлыки считались актами высшей юридической силы и подлежали беспрекословному исполнению на территории всего государства, правителем которого издавался такой ярлык, а также вассальными правителями. Естественно, ярлыки имели самое разное содержание, это могли быть и законы в нашем современном понимании, например, таким ярлыком мог вводиться новый налог на территории того или иного государства, Монгольской империи, Золотой Орды, Ильханата, Чагатайского улуса и так далее. Это мог быть указ распоряжения о сборе войск для очередного похода. Также большое количество ярлыков выдавались при назначении на должность чиновников, судей и вассальных правителей. Вот тут мы как раз можем упомянуть ярлыки русским князьям. Кроме того, очень большое количество ярлыков, в том числе и сохраняющихся до нашего времени, относятся к так называемым тарханным грамотам. То есть это ярлыки, которыми освобождались от уплаты налогов лица, которые при других обстоятельствах должны были бы эти налоги платить. Выдавались они в том случае, если какой-то, выражаясь современным языком, налогоплательщик оказал хану или государству значительные услуги, проявил себя героем на войне или поддержал хана в трудную минуту, ему в награду могло быть пожаловано право не платить некоторые налоги или не платить налоги вообще, не нести никакие повинности, собирать себе всю добычу на войне, не выделяя долю хану и своему непосредственному начальнику и так далее. Вообще в связи с этим стоит отметить, что обычно тарханов считают представителями тюркомонгольской аристократии, но это не совсем правильно, потому что аристократия не платила налоги по определению, а тарханы это были как раз простолюдины, которые должны были бы платить налоги, но вот ярлыками они специально освобождались от уплаты этих самых налогов. Причем тарханные грамоты могли выдаваться и конкретным людям, и представителям отдельных профессий и жителям отдельных местностей. Иногда целые города или другие населенные пункты могли получать такие тарханные грамоты. Кроме того, наиболее известным обладателям тарханных ярлыков относятся представители различных религий, то есть священнослужители. В общем-то в истории России наиболее известны ярлыки ханов Золотой Орды русской церкви, которыми церковь освобождалась от уплаты налогов. В общем-то такие ярлыки, которые выдавались отдельным лицам или представителям отдельных профессий, снабжались еще дополнительным удостоверительным знаком, так называемой пайдзой. Пайдзой это были дощечки из разных материалов, начиная от дерева и заканчивая золотом, то есть такие пластинки, на которых ставились специальные знаки и писалась краткая такая формула. Волею хана такого-то, кто не подчинится, тот умрет. Вот такой значок дополнительный выдавался при издании соответствующего ярлыка. Смысл этого знака заключался в том, чтобы не носить с собой бумажный ярлык, который мог истрепаться, порваться, утерять свой первоначальный вид. Эта пайдза была таким специальным удостоверением, которое свидетельствовало об определенных либо полномочиях, либо определенных льготах обладателя ярлыка. Вообще стоит отметить, что ханские ярлыки играли довольно большую роль в правовой системе и монгольской империи, и государств, которые потом выделились из ее состава. Та же самая Золотая Орда, тот же самый Чагатайский Улус, государства Ильханов в Иране, империя Юань и другие. Дело в том, что монгольское право было очень консервативным по природе. Нормы, установленные Чингисханом, нельзя было менять, а отношения в государствах менялись, возникали новые виды социальных отношений, правовых отношений, политических отношений. Чингисхан их, конечно, в свое время предвидеть не мог, поэтому с помощью ханских ярлыков устанавливались новые нормы, которые как раз таки могли регулировать, упорядочивать вот эти новые виды отношений. Таким образом, ярлыки, являясь актом высшей юридической силы, вместе с тем являлись одним из важнейших источников права. И кроме того, сегодня ярлыки для нас являются также ценнейшим источником по истории государства и права и Монгольской империи, и государств, входивших в ее состав, потом ставших самостоятельными государствами. Например, из ярлыков нам известно о том, какова была система управления в Золотой Орде, это были разделения на Тумены, то есть десятитысячные такие отряды округа, тысячи, сотни, десятки. Кроме того, выделяются отдельные виды чиновников, отвечающих за сбор налогов. Сами виды налогов также из ханских ярлыков нам становятся известны, то есть те налоги, от которых, как правило, освобождались как раз таки тарханы. Вот они все подробно перечисляются в каждом ярлыке. Таким образом, эти документы играли действительно очень значимую роль в политической и правовой жизни и Монгольской империи, и государств, ее преемников. Со временем, однако, по мере распада тюрко-монгольских государств, государств-наследников Чингисхана, роль ярлыков также начинает немножечко снижаться. Дело в том, что многие государства чингизидов принимают ислам, и, соответственно, мусульманское право, шариат становится доминирующей правовой системой, по крайней мере, формально. Соответственно, роль ярлыков также здесь падает, и они уже не играют в такой роли основного регулятора правоотношений в тюрко-монгольских государствах. Кроме того, в некоторых государствах чингизидов получилось так, что монополия ханов на издание этих документов немножко стала исчезать. Например, в Крымском ханстве не только сами крымские ханы могли издавать ярлыки, но также их наследники Калга-Султаны и вторые наследники Нураддин-Султаны, а также отдельные влиятельные представители крымского ханского рода гиреев. Выдавали ярлыки в XVI веке даже правителей не чингизидского происхождения, хотя это считалось неправильным, нелегитимным. Например, правители Ногайской Орды, потомки знаменитого Едигея, также выдавали в XVI веке ярлыки своим подданным, в том числе на выезд за границу. Более того, в истории известны такие интересные казусы, как выдача ярлыков русскими правителями, причем как раз таки тюрко-монгольским вассалам и другим правителям. Например, известно, что Иван Грозный в середине XVI века выдал несколько ярлыков Ногайским мурзам, которые номинально признавали его власть, сибирским князьям, которые также признавали свою зависимость от Московского царства, а в 1600 году еще один русский царь Борис Годунов выдал ярлык даже прямому потомку Чингисхана, казахскому султану Урасмухамеду, которого он назначил правителем Касимовского ханства. Это государство в XV-XVII веках существовало в среднем Поволжье и являлось вассалом московских правителей. Соответственно, юридически у Бориса Годунова было право выдать такой акт его вновь назначенному правителю, казахскому султану. В общем-то, несмотря на снижение роли ярлыков, тюрк-монгольские правители от них не отказывались в течение долгих веков. Мы знаем, что ханы издавали ярлыки и в XVII, и в XVIII, и в XIX, и даже в начале XX века. Последние из известных ярлыков относятся к Хивинскому ханству и Бухарскому эмирату. Это как раз начало XX века. Два этих ханства находились в это время под протекторатом Российской империи, однако формально сохраняли независимость, их ханы считались суверенными самостоятельными правителями и в своих владениях вполне могли издавать ярлыки. Также в Монголии в начале XX века, где возникло теократическое государство во главе с главой монгольско-буддийской церкви Богдоханом или Богдагагеном, он также издавал ярлыки подобно далеким своим предшественником, правителем Монгольской империи. Таким образом, ханские ярлыки к этому времени стали не столько реально действующим источником права, сколько продолжением традиции, которая символизировала преемство этих поздних тюрко-монгольских правителей, правителей сравнительно небольших государств, их преемство от Монгольской империи, от Чингисхана, от славных традиций древности. Конечно, масштабы действия этих ярлыков несопоставимы с теми, которые издавал Чингисхан или, допустим, хан из Золотой Орды, но, тем не менее, традиция соблюдалась, вот эта преемственность, легитимность таким образом обеспечивалась. Известны также несколько ярлыков из истории казахского ханства, хотя большого распространения, насколько известно, эта практика среди казахских ханов не получила. Есть несколько документов, которые назывались ярлыками от XVI-XVIII веков. Кроме того, знаменитый казахский свод законов начала XVIII века, Житы-Жаргы, созданный, как известно, ханом Тауке, иногда называется Житы-Жарлик, то есть не семь установлений, а семь указов. Это лишний раз подчеркивает как раз-таки преемственность казахских ханов от Чингисхана, от Монгольской империи и, в общем-то, законность притязаний на власть прямых потомков, основателя Монгольской империи. Ну и вернёмся опять к вопросу о ярлыках для русских князей. Здесь прежде всего стоит обратить внимание на то, что ханы Золотой Орды своими ярлыками не назначали русских князей на должность, а в первую очередь ярлык означал факт признания Золотой Ордынским ханом великого князя в его достоинстве. Как правило, ярлык выдавался тому из русских князей, которые имели право на великокняжеский титул в соответствии с русскими традициями. То есть это был либо старший в роду, либо тот, кого другие князья поддерживали на съезде, то есть в соответствии с русским законодательством, с русской правовой традицией и с политической ситуацией на Руси. Хан своим ярлыком просто признавал, что именно с этим великим князем он будет поддерживать отношения как со своим вассалом, и именно через него он будет проводить свою политику на Руси. Исключений было довольно немного. Несколько из них имели место при хане Узбеке в первой половине XIV века, когда он действительно своей волей назначил нескольких князей великими князьями, хотя они законных прав на этот титул не имели. То есть вот здесь можно сказать, что в общем-то иго в какой-то мере на Руси было установлено и действовало в том числе и через ханские ярлыки. Другой пример относится к эпохе поздней Золотой Орды, это уже эпоха Мамая, который был временщиком, не был он ханом, был только временщиком, но через своих подставных ханов он также выдавал ярлыки то московскому князю Дмитрию Ивановичу, будущему Дмитрию Донскому, то его конкуренту, сопернику Михаилу Александровичу Тверскому. Причем обставил выдачу ярлыков в форме самого настоящего аукциона. Кто из князей больше заплатит за выдачу ярлыка, собственно говоря, тот его и получит. В результате, как известно, победил Дмитрий Иванович Московский, который стал великим князем и в результате разгромил того же Мамая на Куликовом поле. То есть, в общем-то, единственный пример, когда князья действительно платили деньги за ярлык, это 1370-е годы, и таким образом вот этот пример как-то превратился в стереотип наших представлений о ханских ярлыках. Но, как мы могли убедиться, в общем-то, на самом деле они, конечно, были документами гораздо более универсальными и действовали в гораздо более широких масштабах, чем просто русско-ордынские отношения. В содержательном отношении ярлык представлял собой очень четко структурированный документ. Эта структура также, как и его форма, сохранялась на протяжении многих веков. Он состоял из определенной совокупности элементов. Первый из них это была так называемая инвокация, то есть то, что давало право правителю, хану, выдавать этот ярлык, то, что он является ханом. Божьей милостью, милостью неба, милостью Аллаха, хан такой-то выдает вот этот вот ярлык. Тем самым подчеркивалась и роль хана как законодателя и значение ярлыка как наиболее важного юридического документа в этом государстве. Далее следовало обращение или адресат, то есть кому этот ярлык адресовался. Чаще всего это были представители органов власти соответствующего государства, Монгольской империи, Золотой Орды и так далее. И перечислялись, как правило, царевичи-чингизиды, князья-правители областей, темники, тысячники, сотники, десятники и так далее. Плюс, если этот ярлык касался финансовой сферы, здесь упоминались также чиновники, которые отвечали за сбор налогов и за обеспечение повинности в различных сферах. Таким образом, благодаря ярлыкам мы четко представляем структуру административного управления и налоговой системы соответствующего государства. Далее, собственно, следовала причина выдачи ярлыка. Как правило, объяснялось, почему он выдавался, при каких обстоятельствах, соответственно, выдавался и почему, собственно, он имел такое содержание. Как правило, это была своеобразная историческая справка, которая могла представлять собой либо ссылку на волю предшественников, предыдущих ханов, которые выдавали ярлык примерно того же содержания, либо же какие-то особые обстоятельства, соответственно, которые могли вызвать издание нового ярлыка. Но в качестве примера можно привести, например, ярлык хана Джанибека 1347 года. В 1342 году он выдал ярлык венецианским купцам города Азова, в котором он подтверждал их привилегии на торговлю в Золотой Орде, освобождение отряда налогов и пошлин и так далее. Однако вскоре после этого ярлыка между Золотой Ордой и Венецией начались трения, которые вылились в самую настоящую войну, продлившуюся несколько лет. И по итогам этой войны, когда был подписан мирный договор, был выдан новый ярлык, где на венецианцев были наложены определенного рода экономические санкции в виде увеличения торгового налога с 3 процентов, как было раньше, до 5 процентов. И вот эта ситуация была также описана этом ярлыке. То есть как раз все эти недоразумения между Золотой Ордой и Венецией стали причиной выдачи нового ярлыка. Основную часть ханского ярлыка, конечно, имела основное содержание. То есть, собственно говоря, те нормы, которые и имели юридическое значение. Это было либо назначение на должность с перечислением полномочий соответствующего лица, либо это было освобождение от уплаты налогов и там четко перечислялось, каких налогов не будет платить обладатель ярлыка, либо это было как раз таки содержание введения нового налога, его размеры, те территории, с которых он должен взиматься и так далее. И завершались все ярлыки формальной частью. Там обязательно указывалось, кто выступал ходатаем по ярлыку, то есть в присутствии каких лиц он издавался. Поскольку не было никаких официальных печатных источников, то требовалось обязательно подтверждение, что этот ярлык действительно законно был составлен и поэтому соответствующие высокопоставленные сановники должны были быть там указаны, чтобы в любой момент подтвердить, что они были свидетелями его составления. И в конце также обязательно указывался официальный исполнитель. Это, как правило, был ханский писец, который в тюркской традиции назывался Бахши, а в мусульманской традиции Катиб. И завершала все это ханская печать. Ханская печать, большая красная тамга, подтверждающая высокий уровень этого юридического документа. Каждый ханский ярлык, как правило, действовал либо в течение правления того хана, который его выдал, либо в течение жизни того человека, в пользу которого он издавался, если речь шла, допустим, о тарханном ярлыке или о ярлыке назначении на должность. Если умирал хан, то его преемник должен был издать ярлык, которым он либо подтверждал волю своего предшественника, то есть издавал ярлык того же самого содержания, но от своего имени. Если же умирал, соответственно, обладатель ярлыка, то его преемнику мог тот же хан выдать подтвердительный ярлык. При этом самое интересное, что вот та самая пайдза, которая являлась удостоверением к ярлыку, она обычно сохранялась от прежнего ярлыка и не выдавалась второй раз. Ну, учитывая, что чаще всего это были такие дощечки из драгоценных металлов, надо полагать, ханская казна на этом экономила, скорее всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова